Здравствуйте, Формула Здоровья на телеканале ОТВ. С вами Мария Шматкова. Сегодня мы поговорим о здоровье волос. И в нашей студии врач-трихолог клиники АМД-лаборатория Елена Владимировна Ильченко. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте. Так какая же на сегодняшний день существует проблема с волосами? Проблем с волосами много. Основные жалобы, с которыми обращаются к нам пациенты, следующие – это ухудшение качества волос. Волосы тусклые, не блестят, поменяли структуру. Раньше, например, велись, виться перестали. Невозможность отрастить волосы до желаемой длины, до которой раньше они отрастали. Выпадение, редение волос и проблемы кожи головы. Это перхоть, зуд, высыпание различного характера на коже. Вот основной спектр жалоб, с которыми приходят к нам наши пациенты. Конечно, в весенний период, в летний период, когда головные уборы остаются дома, мы видим, насколько много на сегодняшний момент лысеющих людей. Причем не только мужчин среднего возраста, да? То есть стало гораздо моложе эта проблема. И у женщин в том числе. Вот с чем это связано? Почему так много стало лысеющих людей? И почему так резко выпадают волосы? Ну, в целом люди как-то здоровее не становятся. И поскольку мы работаем в городах, я думаю, что жизнь в мегаполисе наполнена стрессами, различными экологическими проблемами. Проблемы с питанием, невозможность нормально поесть в течение дня, принимать там тоже хорошую, качественную, полезную пищу. Высокий уровень стрессов, о чем я уже говорила. Вот это все в комплексе привело к росту и обменах заболеваний среди населения. И в том числе к тому, что раны начинают выпадать в волос, ухудшается качество и структура волос, образ жизни. Все-таки это верно, когда говорят, что кожа – это в какой-то степени индикатор здоровья органов и всего организма в целом, то и волосы тоже являются сигналом к тому, что что-то не так в организме происходит. Да, безусловно. Во многих случаях выпадение, ухудшение структуры волос является проявлением какого-то внутреннего процесса. Но с другой стороны, нельзя рассматривать волосы исключительно как индикатор чего-то внутреннего. Они могут, как и любой другой орган, болеть сами по себе. Например, есть же космонавты, у которых нет волос. То есть они здоровые люди. Но, тем не менее, волосы у них выпадают и, соответственно, болеют. Поэтому, да, действительно, внутренние факторы, они присутствуют, но волосы могут страдать и сами по себе. И вот разобраться в этом, собственно говоря, и помогают врачи-трихологи. Врачи клиники АМД-лаборатория. Именно вы занимаетесь восстановлением здоровья волос. Расскажите о вашей клинике, о ваших уникальных методах, потому что клинике уже 20 лет. И, в общем-то, есть чем гордиться, есть о чем рассказать и о чем похвастаться. Наши клиники действительно работают уже более 20 лет. Мы работаем в четырех странах. У нас 32 лаборатории. Охват территориальный очень большой. И наши лаборатории, они уникальны тем, что они аккумулируют в себе практически все методы, которые используют на сегодняшний день трихология. То есть на сегодняшний день нельзя вычленить какой-то один препарат или какой-то один метод максимально эффективный, который бы позволял добиться эффекта хорошего в большом проценте случаев. На сегодняшний день трихология развивается именно в плане расширения различных методик воздействия на кожу головы и волосы. Что я имею в виду? То есть сейчас в трихологии используются не только какие-то там лосьоны, например, которые наносятся непосредственно на волосы и на кожу головы. Используются инъекционные методики, во время проведения которых препараты вводятся внутрикожно, в кожу волосистой части головы. Активно используется физиотерапия, акупунктура. Мы тесно сотрудничаем с врачами-терапевтами, которые работают над организмом человека в целом. И вот наша клиника, собственно говоря, применяет, имеет в своем арсенале все современные методы, которые в трихологии имеют место. Но помимо того, что в клинике АМД-лаборатории самые современные методы лечения волос... И их много, вот это важно. Их много, да, что немаловажно. Я бы хотела заакцентировать внимание на том, что ведь АМД-лаборатория занимается производством собственной косметической линии, лечебной линии волос. Вот расскажите об этом. Почему возникла потребность создать производство, целую фабрику, которая будет непосредственно производить тот продукт, который нужен врачам, трихологам, чтобы лечить и возвращать здоровье волосам? В первую очередь я бы хотела сказать вообще о нашем отношении к шампуню и средствам по уходу за кожей головы и волосами. Здесь существуют две крайности. Одни возлагают на них какие-то вот гиперзадачи. Они якобы могут что-то напитать, укрепить, простимулировать. Конечно, задачи средств гигиены, они гораздо скромнее. Но, с другой стороны, недооценивать их влияние, особенно у людей с проблемной кожей, с проблемными волосами, тоже нельзя. Раньше все средства по уходу и препараты, которые мы использовали, мы привозили из-за рубежа. Они производились в Америке, и мы, значит, их сюда привозили. Но, во-первых, любое производство – это человеческий фактор. И мы сталкивались с тем, что где-то как-то рецептура несколько менялась, что-то заменялось аналогами. И это приводило, в общем-то, к изменению состава и средств гигиены, и средств по уходу за волосами. Второе. Космецевтика, косметология – это наука очень бурно развивающаяся. И препараты, которые, вот компоненты, которые еще вчера активно и применялись, сейчас уже объявляются токсичными, или там говорится о том, что их надо содержание в препаратах существенно сократить. И, конечно, когда производство находится на другом конце света, оперативно реагировать на все эти изменения просто невозможно. Поэтому было принято решение создать собственное производство, которое бы позволяло, во-первых, четко контролировать качество производимой продукции, и, во-вторых, очень оперативно вносить те изменения в рецептуру, которые соответствуют современным представлениям о пользе и безопасности продуктов. Где находится фабрика? Фабрика находится в Московской области. Это фармацевтическое производство. И препараты, они сертифицированы, имеют и сертификат соответствия. И сертификат FDA. Поэтому вот этот путь от производства к потребителю, он у нас сейчас максимально сокращен. И мы можем быть спокойны за качество любого продукта, который приобретает пациент в нашей клинике. Елена Владимировна, с чем чаще всего обращаются к его пациенты? И мне бы хотелось немножко разделить, то есть мужчины и женщины. С какими проблемами? Знаете, в общем-то и мужчины, и женщины к нам обращаются практически с одними и теми же проблемами. Первое – это выпадение волос, редение, облысение. Второе – это проблемы на коже головы. Перхоть, зуд, высыпание различного характера, быстрое загрязнение, засаливание волос, неопрятный вид волос, неприятный запах, который исходит от кожи головы. Ну и вот такая типичная женская проблема – это последствия химических завивок, окрашивания, когда вот женщины, они явно связывают ухудшение структуры, внешнего вида волос, именно вот с этим видом воздействия. А так, в общем-то, характер жалоб, он похож и одинаков у наших пациентов. Насколько результативно ваше лечение, ваши методики, которые вы предлагаете своим пациентам? И расскажите о этих результатах, о примерах конкретных. В первую очередь я хочу сказать, что не существует никакого препарата в медицине, который бы помогал в 100% случаев. То есть всегда есть категория сложных, упорных случаев, когда хорошие, качественные, эффективные препараты по каким-то причинам, не всегда ясным для врача, не работают. И у нас тоже такие случаи, безусловно, бывают, тем более вот мы с вами затронули такой вопрос, как большое количество причин, которые могут приводить к выпадению. Не все они решаются. Иногда выпадение волос формируется на фоне каких-то хронических заболеваний, от которых избавиться невозможно, которые существуют. И как такой провоцирующий фактор всегда будут существовать. Не бывает препарата эффективного в 100% случаев, но у нас процент положительного эффекта довольно высок. То есть он более 80%. 8 из 10 пациентов, 8 из 10, в подавляющем большинстве мы можем четко сказать, что вот у них препараты дают очень хороший результат. То есть процент высокий. Еще я хочу сказать, что у нас существует срок, который позволяет определить, насколько эффективно работает методика в каждом конкретном случае. То есть в течение первого месяца полутора мы уже наблюдаем четкие положительные изменения на коже головы и с волосами, которые позволяют сделать однозначный вывод, помогает методика или не помогает. Ну а что касается результатов, вот я хочу сказать, что мы в своей деятельности не используем такой вот яркой наглядной агитации. У нас, конечно, за нашу работу были случаи потрясающие, когда действительно вот эти фотографии, они, наверное, произвели бы такой вот эффект шока. То есть люди бы пришли, но они бы рассчитывали на получение такого же результата. Это неправильно. Да, это неправильно. Мы работаем с каждым пациентом индивидуально. И когда мы начинаем процесс лечения, а лечение происходит только под контролем врача, то есть в чем еще ценность, собственно, нашей технологии, это в том, что на всех этапах лечения, особенно на ранних этапах лечения, контакт между врачом и пациентом регулярный должен быть обязательно. Вот. И мы настраиваем пациентов сначала на задачу минимум, а потом уже по мере его реакции на препараты определяем задачу максимум. Если говорить, в большинстве случаев задача минимум – это стабилизация процесса выпадения, редения и облысения. То есть это сохранение того объема волос, с которым к нам пришел больной пациент. И задача максимум – это уже улучшение, увеличение густоты прически и так далее. Но это вопрос очень индивидуальный. Ну, вообще, насколько это все реально? Вот насколько реально повысить густоту волос? Когда приходит, например, девушка, у которой очень сильно после, допустим, беременности выпали волосы. Вот что делать? Как вернуть красивые, здоровые волосы? Все это надо, конечно, рассматривать индивидуально. Одно дело, если до беременности у девушки 5 лет выпадали волосы, она их красит каждый месяц, при этом страдает хроническим гастритом, колитом, узловые изменения в щитовидной железе и так далее. И вот она к нам пришла в таком бедственном положении. Это одно. А другое дело, когда практически здоровый человек, не красящий регулярно волосы, без каких-то вот таких повреждающих внешних воздействий, никогда раньше с этим не сталкивающийся, впервые заметил выпадение, редение и пришел к нам, там, конечно, совершенно другой прогноз будет. Поэтому вот обобщать здесь очень сложно. Каждый случай, его предыстория имеет колоссальное значение для определения конечного результата терапии. Но все-таки, мне кажется, чем раньше, чем быстрее придет к вам человек, они будут пробовать все те средства, которые в таком многообразии сейчас продаются в обычных магазинах, просто глаза разбегаются, тем, наверное, будет эффективнее лечение и результат будет лучше. Да. Вот ведь это тоже такой немаловажный вопрос, момент. Вы очень правы, что чем раньше начинают лечение наши пациенты, тем лучше результат они получают. Мы своим больным говорим, что волосы, они не зубы. Они, когда начинают болеть, они не болят, а тихо там выпадают, угасают, истончаются и так далее. И часто это происходит даже незаметно для нас самих. И если мы начинаем наблюдать, ну, какие-то вот признаки неблагополучия, часто это уже... А вот что должно сигнализировать для человека, вот чтобы он задумался, что волосы выпадают много? Увеличение количества выпадающих волос. Ну, а сколько норма, а сколько не норма? Норма вважирует очень сильно, да. То есть в норме это минимум 15 волос в день, максимум 150. Вот причем процесс потери волос носит волнообразный характер, то есть колебания – это тоже часть естественного процесса смены волос. Но тем не менее мы в целом представляем, сколько вот мы теряем, да, за жизнь у нас формируется какое-то визуальное представление о том, сколько их выпадает. И если мы видим, что выпадать их стало принципиально больше, они появляются на подушке, там, где-то там, в каких-то местах, где их раньше не было, это повод обратиться. Потом изменение скорости роста волос. Волосы растут медленнее, например. Невозможность отрастить волосы до желаемой длины. Изменение состояния кожи. Волосы стали быстрее загрязняться, быстрее становятся сальными. Появляется зуд, перхоть или наоборот ощущение сухости, стянутости кожи, головы, волос. Вот эти жалобы. Какие-то, например, внешние активные воздействия. Несколько раз покрасили волосы, да, подряд по каким-то причинам. Съездили отдохнуть на юг, волосы выгорели, там, выглядят как солома, например. Вот явные структурные изменения. Это все поводы для того, чтобы обратиться к специалистам. То есть проблема, она вот не косметическая, она лечебная. И, конечно, в большинстве случаев, если вот появляется вот какая-то акцентуация, такое акцентирование на этой проблеме, в большинстве случаев это говорит о том, что действительно с волосами неблагополучные надо идти к специалистам. Что-то происходит, нужно обращаться к врачу-трихологу. Что-то надо делать, да, к трихологу. 32 лаборатории клиники АМД-лаборатория. Совсем недавно вы открылись в Одинцово. Почему именно этот подмосковный город был выбран для расширения географии? Ну, во-первых, густонаселенный район ближайшего Подмосковья. Вот. Второй момент. Я уже говорила о том, что лечение требует постоянного контакта с врачом. Пациенты наблюдаются регулярно, посещают клиники, особенно на начальных этапах терапии. Вот. И ездить в московские лаборатории, а их две, они расположены. Одна в центре, другая там немножко там в стороне. Вот. Сложно с учетом пробок, с учетом вот деловой активности людей. И вот мы решили как-то приблизить сферу нашей помощи населению. Собственно говоря, вот самому населению, чтобы было проще добираться до центра. Клиника работает совсем недавно, но насколько активно наши жители обращаются со своими проблемами? Вообще надо отметить вот тот момент, что 20-летний стаж работы, он, конечно, позволяет, во-первых, накопить большой опыт. Во-вторых, отследить отдаленные прогнозы терапии. А когда начинает использоваться какая-то методика или какой-то препарат, как там он дальше себя поведет, это большой вопрос, да? Мы нашу методику используем в течение 20 лет. Мы уже видим людей, которые там 10-15 лет к нам приходят, с определенной частотой наблюдаются. И, в общем, нам не стыдно смотреть им в глаза. Вот. Это второй момент. Третий, в общем, такой значимый аргумент в пользу, кстати сказать, наших клиник – это длительный стаж работы лабораторий в довольно маленьких регионах. Например, Ярославская область, Калининград. Если можно теоретически представить, что в мегаполисе в Москве как-то можно затеряться, переехать куда-то, сменить вывеску и так далее, то в маленьком регионе это сделать практически невозможно. И если бы наши врачи реально не выполняли то, о чем они говорят со своими больными, или неэффективно бы работали, или помощь была бы на низком уровне, я думаю, что в течение 15 и более лет, конечно, в таких небольших городах и регионах они бы успешно не существовали. Все-таки мы сегодня говорим о здоровье волос. И уже, конечно, к вам обращаются люди с проблемами, с конкретными проблемами. А как сохранить здоровые волосы, как не довести все-таки уже до сложных ситуаций? Что нужно делать? Как правильно выбирать средства гигиены? Что может быть ввести в свой рацион? Ну, во-первых, надо за волосами ухаживать грамотно. Надо их мыть с индивидуальной частотой. Раньше говорили о том, что голову надо мыть раз в 7-10 дней. Это крайность. Потом начали говорить о том, что голову надо мыть ежедневно. Это тоже своего рода крайность, хотя существует категория людей, которые могут это делать ежедневно. Вот надо выбрать свой индивидуальный режим гигиены, не слишком часто, не слишком редкий, для того, чтобы волосы и кожи чувствовали себя комфортно. Голову надо мыть проточной водой, тёплой. Используя мягкие средства гигиены, лучше использовать драматологически проверенные средства. Людям-аллергикам, как правило, наиболее простые по составу, то есть не обогащенные какими-то растительными экстрактами. Это часто детская косметика, возможно. Но здесь бы мне не хотелось говорить о какой-то косметической линии, потому что это вопрос очень индивидуальный. Мы, скажем так, голову надо мыть с индивидуальной чистотой, проточной тёплой водой. Волосы надо расчёсывать минимум 100 раз в день редким гребнем или мягкой массажной щёткой от корней кончика. Причём можно ещё и постукивать по коже головы. Это будет массаж? Это да, массаж. Это процедура, которая способствует распределению кожного сала по поверхности стержня волоса. А это естественная смазка, которая волос защищает от внешних воздействий и так далее. Потом, безусловно, надо следить за здоровьем в целом. Надо правильно питаться. Периодически принимать комплексы поливитаминов. И если есть какие-то проблемы, ими заниматься. Вот основные принципы. И по возможности свести к минимуму такие факторы, как окрашивание, химическая завивка. По крайней мере, разумно к этому подходить. Есть воздействие ультрафиолета. Но сейчас есть средства, которые позволяют минимализировать токсическое воздействие этих всех воздействий на волосы. То есть нельзя полностью отказаться от окрашивания? Конечно, мы это прекрасно понимаем. Поэтому есть в нашем арсенале препараты, которые позволяют и кожу головы защитить, и восстановить её после этих довольно травматичных процедур. И защитить стержни волос от повреждающего действия красок, и солнца, и других. Елена Владимировна, расскажите о тех врачах, которые работают в вашей клинике. Во-первых, в нашей клинике работают врачи. То есть это люди с высшим медицинским образованием. Драматологи, трихологи. Обучение проходит в том числе и в нашем центре. И вообще я хочу сказать, что тот факт, что мы занимаемся проблемой заболеваний волос уже 20 лет, позволило нам очень глубоко смотреть на эту проблему. То есть, по сути, АМД-лаборатории были одной из первых организаций, кто профессионально заговорил о выпадении волос как о драматологической проблеме, как о врачебной проблеме, а не как о косметическом каком-то состоянии. Работают у нас 65-70 врачей. Эти доктора тесно между собой общаются. То есть у нас проходят симпозиумы. Существует такой обмен информацией. Врачи ездят в командировки в разные регионы. Какие-то интересные случаи, помимо такого, внутри такого корпоративного обсуждения, мы печатаем в средствах, в профессиональных журналах. Вот участвуем в заседании трихологического общества. То есть на уровне официальной медицины наши клиники, они тоже достойно представлены и представляются. И я хочу сказать, что статистика, которая у нас ведется, она для любого медицинского учреждения обязательно, она тоже проводится. И на нашем официальном сайте выкладывается по федеральным округам. Она выложена, какой процент обратившихся, излеченных, вылеченных и так далее. И все это в доступе, все это могут посмотреть пациенты? Это все это в доступе, это все можно посмотреть. И вообще хочу сказать, что обращение в МД-лаборатории довольно приятная вещь. То есть какой бы вопрос ни был, всегда секретари наши, насколько я знаю, они и сориентируют, и уже в таком вербальном общении уже помогут понять, что, собственно говоря, делать, что в этом случае следует предпринять, чтобы как-то решить вот эту проблему. Чтобы здоровых людей было больше, и самое главное, здоровых волос. И волосы не выпадали. Спасибо вам, Елена Владимировна, что нашли время, приехали сегодня в нашу студию. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин